Крымскому адвокату Владимира Балуха и архиепископу Клименту в Симферопольском СИЗО не разрешили Встретится с политзаключенным Объяснили тем, что сегодня выходной день Об этом телеканалу ЮИТВ сообщила адвокат Ольга Динза Ранее зампредседателя Межлиса Ахтим Чайгос заявил, что Балуха избили российские тюремщики За отказ встать перед ними на колени У него сильно болит голова и печень Но им удалось связаться с начальником следственного изолятора, в котором содержится Балух Который выяснил, что никаких инцидентов с Балухом не происходило и с Балухом все нормально Но чтобы как-то удостовериться в достоверности, предоставленной начальникам информации Архиепископ Климент и адвокат, который работает на месте, попытаются посетить Балуха в понедельник Владимира Балуха российские силовики задержали в оккупированном Крыму в декабре 2016 года Его обвинили в якобы незаконном хранении боеприпасов и избиении начальника раздольнинского СИЗО Хотя активист утверждал, тот сам напал на него Под контрольной России раздольнинский райсуд приговорил Балуха к пяти годам колонии общего режима И штрафу 10 тысяч рублей В знак протеста Балуха голодает с 19 марта Правозащитники уверены, крымчанин жертва репрессий за свою проукраинскую позицию В начале аннексии Крыма он вывесил флаг Украины на крыше своего дома Урегулировать ситуацию на востоке Украины может введение миротворческой миссии ООН Об этом на форуме Ялтинская европейская стратегия заявил специальный представитель Госдепа США По вопросам Украины Курт Волкер Однако российская сторона не готова на встречные шаги в этом вопросе Война на востоке Украины продолжается Минимум раз в три дня гибнут украинские солдаты, подчеркнул политик Это военное формирование, контролируемое Россией на Донбассе С двумя политическими структурами, которые Россия создала и полностью контролирует И их цель – надавить и изменить политику внутри Украины Мы застряли в Минском процессе, где с одной стороны говорим о политических шагах Украины Специальный статус, амнистия и местные выборы Но физически невозможно внедрить эти шаги без безопасности на территории И это то, на что указывает Украина Не может быть, к примеру, выборов на оккупированной территории Поэтому мы предложили путь вперед Это миротворческая миссия ООН Чтобы заменить российские силы и установить настоящую безопасность в регионе А вот министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая на форуме, сказал Донбасс России нужен для того, чтобы разделить Украину под видом федерализации Все, что касается Донбасса, это на самом деле не о Донбассе Россия абсолютно все равно на эту территорию Вся идея заключается в том, чтобы использовать Донбасс Попытаться узаконить реальность вокруг Донбасса И толкнуть эту территорию конфликта в Украину Под флагом российской идеи федерализации Это единственный путь, на который Россия готова Пять жителей Северной Каролины погибли в результате урагана Флоренс В частности, от сердечного приступа скончалась женщина К ней не смогла добраться машина скорой помощи Дорогу завалили деревья Также погибли женщина и маленький ребенок На дом которых обрушилось дерево Северная и Южная Каролина больше всего пострадали от удара стихии Без электричества 800 тысяч домов 20 тысяч жителей ночуют в специальных приютах По данным метеорологов, в ближайшие 2-3 дня В Северной Каролине выпадет 8-месячная норма осадков Флоренс вплотную подошел к восточному побережью США В ночь на пятницу в прибрежных городах Морская вода затопила улицы Ранее власти призвали их жителей выехать в безопасное место Если вы находитесь на пути шторма, то найдите приют и оставайтесь там Если вас уже эвакуировали в безопасный район, пожалуйста, оставайтесь на месте Сейчас не время пытаться вернуться домой Многие дороги в Северной Каролине затоплены и непроходимы Огромное разрушение по всему городу Деревья, ветви обвалены С ними падают и линии электропередач Три человека погибли в результате тайфуна Мангхут Который обрушился на Филиппины Об этом сообщает агентство Reuters В зоне риска более 4 миллионов человек Тысячи людей эвакуированы Сильный ветер повалил деревья Повредил более тысячи домов Оборвал электрические и телефонные провода И спровоцировал оползни Скорость ветра достигает 200 км в час Сейчас ураган движется в сторону Гонконга И на юг Китая Услышать живопись и ощутить скульптуру В Харькове стартовал ежегодный фестиваль «Инклюзион» Он посвящен инклюзивному туризму Доступности музеев, достопримечательностей, экскурсий для людей с инвалидностью В художественном музее презентовали музейного аудиогида Его создали местные разработчики для слабовидящих людей Некоторые из них уже протестировали гаджет Дмитрий с друзьями идут в художественный музей До сих пор, чтобы приобщиться к изобразительному искусству Им нужен был сопровождающий Теперь в Харьковском художественном музее О картинах и художниках рассказывает аудиогид Это бесплатное мобильное приложение Которое устанавливается на смартфон Текст озвучен профессиональными актерами Его сопровождают звуковые эффекты Шум моря возле картин Айвазовского Или смех казаков, которые пишут турецкому султану «Ты, шайтан турецкий, проклятый, о черт, обрати, тварь!» Следуя подсказкам аудиогида Слабовидящие посетители могут самостоятельно ориентироваться в залах музея Пока приложение рассказывает о девяти экспонатах музея «Правая нога тут у него, а это сапоги Мне всегда было интересно посмотреть, как выглядят сапоги» Дмитрий впервые пользуется таким приложением Говорит, благодаря ему, наконец, смог увидеть картины «Это очень интересно, и мой кругозор немного изменился Потому что художественный музей раньше действительно для меня был недоступен Теперь я чувствую картины Я не просто знаю, что они здесь есть Я их вижу благодаря этому аудиотексту А когда еще есть такие звуковые эффекты?» Когда есть еще такие звуковые эффекты, это такое эмоциональное восприятие прекрасного будет Поэтому все сугубо индивидуально, но наработки есть, и они хорошие Проект помогли осуществить волонтеры и благотворители Наработками организаторы готовы делиться с коллегами «Уже сейчас нам рассказывают другие коллеги из других музеев Просят, опишите ваш кейс, опишите методические рекомендации по созданию инклюзивных текстов для несрячих людей Мы тоже будем пробовать» Для иностранных туристов разрабатывается версия аудиогида на английском языке Анастасия Харькова, Антона Вижас, Харьков, UATV UATV.ua – это сайт нашего канала Там еще больше информации о происходящем Спасибо, что вам интересна Украина Оставайтесь вместе с UATV Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!